Я Сергей Лаврентьев. А, сейчас уже в гостях вырастет. Собственно, почему я тебя поздал? Потому что ты мне классные советы дал. По, в частности, внутреннему состоянию подготовки. Вот мне это очень помогло. И я хотел бы, чтобы ты поделился своим опытом, как ты готовишь спикеров к выступлениям, в чем твоя методика, на что ты ориентируешь будущих спикеров. Все очень просто. Очень просто. И я вообще люблю простоту в этом плане. Сами ответите на вопрос. Если вы хотите продать публичное выступление, продать продукт, услугу, экспертную свою, что, прежде всего, покупает, когда вы публично выступаете? Как вы думаете? Личный опыт, эмоции. Опыт, эмоции, что еще? Экспертность, уверенность, профессионализм. Уверенность, 100%. Но это все категория относится к продукту или больше к вам? К спикеру. К спикеру. К спикеру, совершенно верно. То есть покупает, прежде всего, спикеры. Люди покупают у людей. Сначала покупают спикера. Если он в себя влюбляет, если он нравится, если он обаятельный, если ему хорошо, когда он выступает, он, соответственно, побуждает, таким образом, заинтересоваться продуктом, услугой, ну и так далее. И задача, в принципе, спикера, кроме одевания этими навыками, профессиональными, ораторскими, просто научиться быть обаятельным, уверенным, харизматичным и влюблять в себя людей. Влюблять в хорошем смысле этого слова. Это не значит, что к вам там выстроится очередь из поклонников. Но в профессиональном смысле, прежде всего, да, влюблять в себя людей. И возникает вопрос, а в каких людей мы чаще всего влюбляемся? Так вот, в спикеров. Какими они должны быть? Харизматичные. Харизматичные, ну, такое общее слово, но тем не менее. Какими еще? Энергичные. Энергичные. Да. Да. Социальные, которые идет по полу. Да. Отлично. Согласен полностью. Давайте выделим теперь спикеров из круга тех людей, которых мы видели вообще, в принципе. Какие спикеры этим критериям соответствуют? По именам ты мечтешь? Да, по именам, пожалуйста, назовите. По именам, ну, кого-нибудь. Радислав Гондепас. Радислав Гондепас, ну, может быть, да. Он соответствует всем требованиям. Он очень специфический просто спикер, но вообще, как бы, отдельно его нужно разбирать. Кто еще? Даша Оганек. Очень даже хорошо. Так, так, так. Не сменил фамилию. Так, еще, еще кто? Дарья Барнаш. Еще кто известный спикер? Не, звучит просто как это Бардовское псевдоним. Кто-то был здесь вот на Бестус, вот, был выступлением Бестуса, там выступал Влад Бермуда. Он прям очень... Бермуда. Знаете, какого? Ну да. Я отбилась от стаи мне туда. Давайте так определим. Тони Робинс. Очень-очень, очень энергичный. Тони Робинс, отлично. Тони Робинс, отлично. Тони Робинс, актер изначально. Вот, вот, вот. Сейчас мы подходим как раз к этому правильному ответу, который... Я не могу сказать, что он приходит, что Луи Си Кей. Вот вы сейчас начнете называть спикеров, которые, в принципе, являются больше шоуменами, нежели продавцами. Тот же самый Аун Пис, несмотря на то, что он как бы продает что-то, да, там у него знания какие-то, уникальные по невербалике, да, он прежде всего шоумен. И мы приходим к выводу о том, что лучший спикер, это прежде всего шоумен. Шоумен-актер. То есть человек, который умеет влюблять в себя, а потом уже у Тони или у Аллана или у кого-то это не было, люди покупают то, что они им как бы косвенно продают. Сначала покупают их, потом покупают то, что они продают. Вот. И мы приходим к выводу о том, что человек, чтобы успешным спикером стать, чтобы продавать классно со сцены, чтобы продавать классно перед камерой, нужно больше становиться актером, нежели оратором. Да. Вот. Вот к этому выводу мы приходим. И, соответственно, моя фишка, исходя из этого, научить спикеров актерским техникам. То есть научить спикеров техникам перевоплощения в роль лучшего спикера для этой целевой аудитории. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот с помощью актерских техник. Нет, я не совсем, извините. А что мы подразумеваем под словом оратор и актерские техники? Как это одно противоречит другому и живет в разных категориях? Я бы скорее сказал непротиворечит, это дополнение. Потому что ораторские, ораторские навыки. Получается, как будто это разное абсолютно. Разное, противоречит другому. Разное, но не противоречит. Разное, но не противоставляется. Это все равно, что колеса от автомобиля отделят. Вот у вас есть ораторские навыки. Вы умеете правильно жестикулировать, у вас построенный голос, хорошая дикция, у вас выверенная структура матрицы презентации, у вас хорошие слайды, вы умеете смотреть на зрителя, ну и так далее. То есть все навыки спикера, такие вот, условно, технические, они у вас присутствуют. Но с этими навыками вам может не хватать одного, из-за чего вас, скорее всего, не кубит. Может не хватать одного. И это что-то как раз является вашей харизмой, вашей уникальностью, вашей изюминкой. То есть вы в лучшем проявлении себя, так назовем. То есть вы перевоплощаетесь в роль лучшего себя, лучшего спикера, и за счет этого, как бы, тонируете свое выступление так, что кроме технических характеристик, у вас еще и появляются человеческие характеристики, которые у вас вызывают симпатию. Понимаете? То есть мое убеждение в том, что все люди симпатичные, все люди уникальны, и всем людям есть что показать, они по-своему обаятельны каждому. Но как только они выходят на сцену выступать, у многих людей это обаяние куда-то исчезает. Она исчезает из-за стресса, из-за волнения, она исчезает из-за того, что держит текст, может быть, она исчезает из-за, ну, в общем, по разным причинам. Так вот, с помощью актерских техник как раз это обаяние, да, оно вытаскивается к публичному выступлению. И тогда, когда вы уходите перед камерой и перед публикой, а вы попадаете фактически под увеличительное стекло, и все ваши переживания, все ваши, так скажем, альтер-эго, они вот под увеличительным стеклом становятся. Да? И их публика видит гораздо лучше, нежели вы общаетесь лично с человеком. И вот тогда ваше обаяние вам просто необходимо. И как раз обаяние достигается за счет техник актерского мастерства. Вы совершенно верно заметили, что все обаятельные спикеры, они как бы шоумены, они актеры, они играют. Это их спектакль, это фактически моноспектакль ваш. Вот моя позиция следующая, относиться к каждому публичному выступлению как к моноспектаклю актера, да, и который продумал свой образ, который умеет вытаскивать из себя вот это обаяние, энергию и так далее. И тогда вы будете лучше продавать. Вот это помогает в совокупности с ораторскими навыками, безусловно. Да, то есть если вы просто обаятельный, но не умеете взаимодействовать с залом, не умеете отвечать на провокационные вопросы, у вас не очень хорошая дикция, у вас неуверенный голос, у вас какая-то кривая жестикуляция, да, и так далее. Конечно, это будет вам мешать, но это плюс актерские техники, да, позволит вам еще лучше продавать. С чего ты начинаешь работу со спикером? Вот он пришел, говорит, с каким запросом к тебе приходит? Запросы два основных. Первый – это волнение перед публикой, и из-за волнения идет такой эмоциональный слив. Да, знаете, что такое эмоциональный слив, понятно? Эмоциональный слив – это когда я эксперт, вот у меня есть потрясающий один из кейсов, когда девушка кандидат наук медицинских, мама у нее доктор наук. Они создали вместе с мамой инновационный продукт, и она про этот продукт знает все абсолютно, она владеет всей информацией. Она может рассказать о нем, хоть разбуди ее ночью, она расскажет про него. Как только она выходила перед инвесторами выступать публично, у нее происходил эмоциональный слив. Она забывала мысли, она забывала текст, она начинала волноваться, и в итоге все ее выступление скатывалось. Это первый запрос, с которым приходит. И за счет актерских техник мы ее раскачали так, что она владеет фактурой, ей нужно было просто показать ее обаяние, показать ее индивидуальность, дать ей раскрыться в уличном выступлении, дать ей кайфануть от этого и сказать, да, я могу это сделать. Появилась уверенность, появилась тут же харизма, откуда ни возьмись, и в итоге она стала продавать лучше. Сейчас она делает уже миллионные контракты, закрывает. У нее были контракты на 100 на 150 тысяч, она закрывает теперь миллионные контракты совершенно спокойно. Со сцены, вот в переговорах с инвесторами она сидит, так же, вот за столом 6 человек собирается, она выступает перед ней. То есть по факту она просто раскрыла свою харизму, раскрыла свою индивидуальность, свое обаяние для продаж собственного продукта, в котором она является уже экспертом. То есть она уже про него все хорошо знает. Это первый запрос, волнение. Второй запрос, как правило, связан с речью и с голосом. Вот эти вещи, которые беспокоят больше всего. Речь, голос и невербаник. И когда, причем, говорят мне про речь, в основном говорят про дикцию и в основном говорят про умение строить фразу. Хотя это, как показала практика, не самое главное. Какие, кстати, характеристики речи вы знаете? Какие можете назвать? Вот человек говорит. Я, если я начну говорить, то... Ну, понятно, что я специалист. Наша совместная беседа, я еще на тему дикции буду задавать вопросы. Специалист, он расскажет вам. Есть две характеристики основной речи. Вербальный и паравербальный. Вербальный то, что вы говорите. То есть текст, который вы произносите, сам контент. И есть паравербальные характеристики. Это ваш тембр голоса, громкость, интонация, пауза, логические ударения, ну и так далее. И вот в этом ключе, как бы странно это ни звучало, дикция, кстати, тоже относится к паравербальным, часто относят. И как бы странно это ни звучало, но паравербальное гораздо важнее, чем вербальное. То есть то, что вы говорите, гораздо менее важно, чем то, как вы говорите. Если вы будете говорить неуверенным голосом, дрожащим, слишком высоким, ну и так далее, делать не те паузы, не в тех местах, вам доверять будут гораздо меньше, чем если бы вы делали все это правильно. Вот это важная характеристика, которая, голосы, которые учат непосредственно актеров. Актеров на актерском факультете учат именно работать с текстом с точки зрения, во-первых, присвоения его, потому что не всегда написанный вами текст вы произносите, как будто он только что у вас рождается здесь, сейчас. Вы, как правило, чаще всего как заучный текст его произносите. А можно я задам вопрос по поводу вашего образования? С актерским, понятно, какой-то есть еще? Да, журфак у меня по первому образованию, журналист. А потом актерская? Да. Актерская, прям фундаментальная актерская? Да, в ГИКе я кончал. Ага, интересно. А журфак московский? Не московский. А чей? Саратовский. Понятно. Но в Москве я работал журналистом, в РБК Дейли, я проработал 4 года, писал про бабки инвестиций. То есть странное отношение к контенту? В России нет, надеюсь, у кого взорвание. Ну, это спорный вопрос. Есть факультет журналистики. В РБК лучше учит, чем... В РБК, безусловно, учит лучше, но факт в том, что я, опять же, я не принижаю значение контента, потому что я сам очень щепетилен контенту, и как журналист в том числе, я тексты умею писать достаточно хорошо. Но с точки зрения восприятия, если обратить внимание именно на подачу, то подача важнее, чем контент, чаще всего. Потому что подача – это эмоции, а контент – это эмоции и логика. Но ввечается в батл. Ну, я готов об этом рассуждать, спорить сколько угодно, потому что у меня есть свой опыт, я занимаюсь этим 7 лет, и я вижу по практике двух с половиной тысячечников своих, что, да, вот это важнее. Вот это важнее. Потому что я видел людей, у которых страдает дикция, которые прямо вот не выговаривают, некоторые глупы не выговаривают, и они потрясающе обаятельные, и у них покупают. И мы видим тому примеру Владимира Познера, да, понятно, что это исключение, скорее, чем правило, но он картавит. Да, так же, как многие другие телевизионщики, я имею в виду топовых, да, того же взять Деброва, да. То есть мы понимаем, что у каждого есть какие-то недостатки, но это не мешает им быть потрясающе обаятельными и популярными. Нет, подожди, еще поздно, раз я Козмар обаятельный, это и Папа Римский, как бы, если его с Ургантов сравнить, то это небо и земля. Но вы сравниваете разные целевые аудитории. Для кого-то он обаятельный, для кого-то Ургант обаятельный. Так я не поняла, я, честно говоря, не ловлю логику, может кто-то меня поправит. Давайте вопросы к Сергею пока не... Вот не специалистов. Вопрос от не специалистов. Скажите, пожалуйста, вот я выступаю, я встал, да, начинаю что-то говорить, и я вот так могу держать микрофон, как бы закрытый, да, ну, вот так закрытый, ну, типа закрытый, да. А могу вот так говорить. Вот если мне вот так удобней, и меня так кожа воспринимают, чем когда я вот так говорю, вот так у меня рука, как ты, или просто вот так вот, да, вот так, внутрь, да. Закрытая поза принципиально нужна, и принципиально не нужна, или все-таки можно ею пользоваться. Ну, я скажу, я довольно лояльно к этому отношусь, и если вам хочется иногда встать в такую позу, когда вы, допустим, задаете вопрос кому-то и слушаете ответ, или когда вам вот удобно вот так вот встать, какое-то время так постоять, а потом дальше вести диалог более активный и жестикулировать, то вот в позу встать можно и какое-то время не можно постоять. Ничего страшного в этом нет. Раньше это считалось выходом за каноны ораторского искусства, да, жестикуляции, и вот все закрытые ползы, руки в карманы были запрещены. Сейчас к этому довольно лояльно относятся все, и, в принципе, если вы живой человек, ну, иногда вы можете встать вот так, ну, вот удобно вам так стоять. Да, то есть иногда можно и руку в карман положить. Вопросы есть такие, кто очень принципиально, да, и как вы можете так стоять, вы же закрылись, а то... Ну, если вы все выступление так стоите, то, наверное, я вам тоже самое скажу. Если вы стоите какое-то время, какой-то период, там, 30 секунд постояли, потом походили, пожестикулировали, да, потом встали, пожестикулировали, потом опять так встали, ну, ничего критичного в этом я не вижу. Пожалуйста, только руки в карман не кладите. Это очень конкретный жест, не знаю, что он учит на Бангике по этому поводу, но это очень конкретный жест, и он супер... Руку в карман? Да. Одну руку в принципе. Одну руку в карман допустим? Во-первых, это нарушение этикета, а во-вторых, ну, как бы, это очень, ну, как бы, животный жест, который привлекает внимание к паховой области и считается просто неприличным, поэтому в этикете он запрещен. А то, что, ну, как бы, то есть это просто я демонстрирую, ну, я демонстрирую, что я, как бы, мерюсь размером, и, типа, я важнее, я больше, и так далее. Это встречается в животном мире сплошь и рядом, это можно посмотреть по приматам совершенно спокойно, поэтому советовать людям класть руки в карманы, это, ну, как бы, не надо так делать, если вы, как бы... Я сейчас сразу Маяковского вспоминаю, где-то на картинке, что там такое. А, Ленин, по-моему, тоже. Да многие спикеры, и Стив Джоус кладет руку в карман, это вопрос индивидуального отношения, то есть, если мы говорим... Это не индивидуальное отношение, это вопрос восприятия целевой аудитории. Вопрос восприятия целевой аудитории, индивидуального отношения тренера к этому. Вообще тренер здесь по боку как отлично. Если я говорю о том, что допустимо, это допустимо. То есть, я не говорю, что все выступление должно стоять и руку в кармане держать. Если тебе захотелось положить руку в карман, ты от этого чувствуешь себя комфортнее, но положи ты руку в карман на 15 см, потом вытащишь ее и дальше будешь жестикулировать. Вот, кстати, на Бейме. Вы смотрела ровно на такое выступление? В карман из кармана, в карман из кармана, в кармана из кармана. Вы утрируетесь, в карман из карман. Абсолютно. Положил руку в карман, положил руку в карман, потом вытащил ее и забыл об этом. И больше никогда не плачешь. Ты там уже забыл, публика не забыла. Вы думаете, что если вы положили руку в карман, это повлияет на вашу продажу? Что еще табу? Просто комиков я видела, когда у него рука в кармане и думала, что же там достанет? Может по револьверам или хо-хо-хо? Но когда достойность пьет, что там рука в кармане... Американские люди такие часто бывают. Даже в фильмах адвоката, знаешь, он стоит в суде, Вот я сейчас смотрю этот фильм прекрасный, вы знаете, наверное, про адвоката в хорс-мажоры. И он там часто стоит в дурхах в кармане. Ну и вас это смешает? Меня бесит просто. Вот меня я смущаюсь в суде. Возможно, кого-то бесит вот эта поза. Кого-то бесит, когда человек жестикулирует. Что самое страшное? Не, почему самое страшное? Опять-таки мы же говорим о том, как это влияет на аудиторию. Вы можете стоять как угодно. Давайте пять самых страшовых вариантов, которые можно просто загубить своего ступления. Отвернуться. Были такие случаи. Ну как, отвернуться разово, это одна как бы история. Произвести фразу на этом слайде вы видите. Ну это тоже такая история, как бы если у тебя действительно это обосновано, ну график какой ты показываешь, это нормально. Да, если ты все время на слайде рассказываешь, то это немножко другая история. Ну как бы у нас... Так вы говорите, по сути, про то же самое, что и я. Если вы один раз, там два раза показали на слайде, или на слайде... Можно к вам? Здравствуйте. Это допустимо. Точно так же, как и рука в кармане. Допустимо один раз. Зачи. 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 А на сколько у вас маленькие двигатели? Очень маленькая. Трое? Трое? Так. Сейчас мы поздравляем. Вот так тебе надо здороваться с аудиторией. По поводу целевой аудитории, допустим. Я выступаю для женщин, у них там эмоциональность приветствуется. Но может быть вы из-за этого тоже, некоторая такая есть диссананс. То есть Дарья, возможно, говорит, а предыдущие мужчины люди выступают. Не знаю. Может быть у них там одни законы, а для женщин другие. Нам нужна эмоциональная вовлеченность в публике. Это сто процентов. Они благодарны в эту главу. И эмоциональная вовлеченность в публике просто другими методами достигаются точно не рукой в кармане. Абсолютно. Ну посмотрите, вы просто мою рекомендацию чувствовать себя свободнее на сцене и не думать об этом жести, если не заморачиваться на нем, если хочется руку в кармане на вас засунуть, засунуть. Вы сделали какой-то... Просто я не акцентировал на этом такого внимания, что рука в кармане должна быть и еще шебуршить это может. Давайте до этого... А потом еще вторую руку и агейми шебуршить, да? А потом еще засунуть какому-нибудь другому спикеру и там шебуршить у него. Но я такого не говорил. Зуганов с рукой в кармане, поддерживая мужское достоинство. Да, да. Прямо в этом году. Вот здесь. А у вас другие все это сцены работали. Я говорил о другом совсем. Здравствуйте, я уже с кем был. И таким же образом можно вот так руки поставить и сказать, что вот такая поза неприемлемая для спикера. И если вы так будете стоять всего выступления, да, это неприемлемо для спикера. Но если вам в какой-то момент захотелось стать так, подумать и ответить на вопрос, ну почему бы вы этого не сделали? То есть здесь вопрос в том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и в то же время это воспринималось хорошо зрителям. Эта невербалика должна соответствовать, вот так скажем, соотноситься с вашим уровнем комфорта в невербалике. Есть люди, которым комфортно стоять и вообще не жестикулировать. А есть люди, которые всегда жестикулируют очень активно. И то и другое не подходит. Вот это одному комфортно одно, а другому комфортно другое. То есть я ничего не понимаю от этого. Вы хотите, что вы основываете на уровне комфортности спикера, да? Вы меня не слышите, вы меня не слышите. Если вы плохо объясняетесь. Я говорю о том, что есть определенный баланс между комфортом и нормами. И если вы строго следуете нормам, вам может быть некомфортно из-за этого очень сильно. И из-за этого вы будете чувствовать себя скованным, из-за этого потеряется ваше обаяние. То есть должен быть какой-то баланс между нормой и удобством. И тогда вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Вот о чем я говорю. Тот же самый баланс проявляется и в речи, и в интонациях, и в громкости голоса, и в жестикуляции, во всем. Во взгляде. То есть должен быть баланс. Баланс – это и есть основа комфорта. Что еще нельзя вообще? Еще топ-трэш. Знаете, я видел потрясающее выступление, когда спикер выступал к зрителям спиной, и его все слушали. Он выступал к зрителям спиной. А чем он говорил? Том или? Том. Но это так не надо делать. То есть я знаю много исключений, когда вот мне тоже говорят – как нельзя делать? А вот мы видели, что он так делает. Ну, это исключение. Здесь важно понимать, что нельзя, первое, самое главное, что нельзя делать – превращать свое выступление в монолог. То есть если вы вышли на сцену и говорите без перерыва, говорите, 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 а потом – спасибо за внимание, счастливо. Вот так делать нельзя. Вот так вы продажу загубите на сто процентов. Кто, кстати, выступает публично сейчас из тех присутствующих, кто здесь сидит? Да? Окей. А у кого монолог? Да? Вот. Ну, слава Богу. Слава Богу. Обязательно должно быть процентов 60 в вашем выступлении диалога. Это не значит, что зритель говорит вместе с вами. Это значит, что он соучаствует в вашем выступлении. Обращаться к нему с вопросами, уточнять, поднимите руки, кто считает. Ну, я понял. Да. Все это в том числе. Представьте себе, что вы, да, и так далее. То есть, это все апелляция к воображению и к сознанию зрителя, которая переключается с вас либо на презентацию, либо на какой-то внутренний процесс анализа. И он уже чувствует себя соучастником выступления. Не просто он зритель, а он соучастник. И тогда ее манипулировать, ну, в хорошем смысле, да, управлять его вниманием гораздо легче. Рома, ты второй ряд продал, что ли? Продал. Да. Так галерка сейчас еще. Александра. Ну, что записала? Да. Немножко просто баси, блюти, хокусы. Что происходит? Друзья Александры. Александра и ее друзья. Расскажи, пожалуйста, про себя и про свои компетенции. И про друзей. Слушайте, да, я спасибо тебе за это приглашение. Это такая вот комфортная кулуарная атмосфера. Меня зовут Александра Алексеева. Я радиоведущая Родополис ФМ, ведущих мероприятий. Обещала Роме сегодня принять участие. Поэтому, sorry, мы прямо на съемочной площадке к вам. Вот такой вот дружной компании. Я так полагаю, коллега, да? И Дарья, коллега. Да, режиссер. Да, я режиссер. Ну, по крайней мере, по моему сценарию, вы три эксперта как раз таки по одной теме. Ну, делитесь. Круто. Простите, пожалуйста. И три разных взгляда. Я сама себе простила, потому что я не знаю, как вас зовут. Сергей. Сергей, очень приятно. Всегда в описаниях и публичных выступлений я пытаюсь понять мотивацию. Вы маркетолог? Нет? Нет. Это скорее актер. Актер. Круто. Я тоже рассказываю о публичных выступлениях. Мне очень нравится, когда об этом говорят актеры. Об этом говорят люди не маркетологи. Я вообще жутко протестую против спикеров, которые исходят из позиции маркетинга на сцене. очень круто, когда человек на сцене может не только заботиться продажей и тем, насколько правильны его сейчас вербальные жесты, обращение к аудитории. Вообще, насколько правильно он с точки зрения сценографии сейчас находится на сцене. А еще, насколько он дает себе свободу раскрываться как главным героем. Здесь я, в общем, рассматриваю спикера как режиссер, спикера как главного героя событий. Есть одна вещь, которая однозначно не может оставлять аудиторию равнодушным. Это событие, которое человека меняет, и после которого он перестает быть прежним. Именно поэтому мы следим за героями кино, именно поэтому мы следим за героями театров, спектаклей. Именно поэтому мы следим за выступающими на сцене. Вот когда происходит тот самый монолог, я не соглашусь в ключе формы. Монолог – это может быть просто форма. Это может быть пятиминутный монолог, самодостаточная творческая единица на сцене. И это инструмент всего лишь. То есть, если он задействован правильно, если этого мы хотели, раскрытие персонажа через монолог – why not? Если мы хотели вовлечения и какого-то экшена, и это какая-то позиция развлекательная, то, конечно, вовлечение и взаимодействие с аудиторией. Но это так, забедая вперед. Мне… У меня есть такое ощущение, что я перебила. Передавите на слово. Аромат передал. Аромат передал. Передавите на слово. Потому что у нас буквально время-то не… Да, отлично. Тогда, я думаю, что будет правильным мне понять ваш запрос и какие-то там свои выдержки, дать свои мысли, комментарии. Ну, давайте, возможно, все запросы тогда есть. Да, давайте. А потом ты… Давайте. По публичным выступлениям. Да. У меня нет запросов. Запрос пошел. Конечно. Антон. Я ничего не сказал. У меня нет запросов. Слушайте, ну, на самом деле, я просто что меня увидела, я у меня небольшого роста. Еще есть такая штука крутая, которая недавно мне вскрыла мой мозг точно. И когда я об этом рассказываю своим менте на коучингах, это харизма. Я всегда думала, что харизма – это дар богов, она либо есть, либо у кого-то другого. Потом я поняла, что это оказывается целый напор тренируемых навыков. И это нифига не дано по умолчанию. А как вы их тренируете? Среди навыков харизмы есть 40, ну, всего 43, и там 39 из них тренируемые. Остальные даны по признаку рождения. Ну, например, там, рост. Потому что приматы – это наиболее прямоходящая особь, да? Ну, как человек с роста мидер 43… Руку хорошим половить. Ну, чисто. 63, я вам честно скажу, наверное, рост – это, конечно, очень круто, но неважно. Есть, как вы тренируете, есть важное определяющее качество харизматичной личности. Ваше предположение? Что это может быть? Энергия. Ну, как часть, да. Темперамент. Голос. Естественность. Уже ближе дальше. Еще есть версия? В общем, определяющее качество харизматичной личности – это отсутствие потребности скрывать свои недостатки. Человек, который свободно говорит о своих провалах, о своих поражениях. И если наблюдать за спикерами современности, то вдруг у нас резко появился тренд на людей, которые совершенно спокойно могут в такой импровизационной форме говорить о своих поражениях в бизнесе. мы тут же проникаемся к ним любовью и чувствуем прям свое сопричастие. А что мы чувствуем к ним? Золотые слова. Что мы к ним чувствуем? Ну, мы как минимум чувствуем к ним свое сопричастие. Потому что человек… Все чувствуем. Правильно? Ну, факт. Почему? Часто это выражено в такой, знаете, скрытый восторг. Это когда на мероприятиях задают вопрос. И мы все знаем, но мы ждем, когда кто-нибудь руку поднимет и скажет, что да, да, я тоже так знала, на самом деле, я тоже так хотела сказать. Почему это происходит? Ну, потому что выходит человек, который может, и в зале есть какое-то количество людей, которые абсолютно точно проходят тот же путь, абсолютно точно, примерно то же самое чувствуют. Но говорить об этом не могу. То есть, фактически, это как главный генофильм, о котором мы говорили, о котором мы сочувствуем. И если он проявляет какую-то славость, мы говорим, о, он оказывается тоже живой, он не вымышлен, он настоящий. Да, настоящий. И мы как-то в чем-то даже похожи с ним. Да, да, да. А давайте что-нибудь спросим у него, а давайте поближе его узнаем. А давайте узнаем, как он будет действовать в тех или иных обстоятельствах. И это вот как раз та инициатива. То есть, я вообще противник, ну, не противник, ну, лично мне, наверное, как-то не резонируют всякие формы манипулятивные типа MLM, отзеркаливание там, сонастрой, это мой опыт исключительно. Мне это не близко, потому что я в это не очень верю. Потому что играть в поддавки в зал можно сколько угодно долго. Их настроение может меняться от погоды, природы и менструального цикла. И как только вы становитесь на путь поиска той самой кнопки, которую сейчас нужно нажать для них, это ловушка. им хо, это мое личное мнение. Гораздо надежнее оставаться в своей позиции, гораздо надежнее транслировать свои ценности. И они, да, могут не соответствовать с тем, что думает зал. и это окей. Ты больше сочувствия вызывать еще? Ну, кроме провалов. Сочувствия? Слушайте, вот я здесь про сочувствия и симпатии. Да, есть две самые крутые эмоции, на которых строится в принципе все взаимодействие. Первая – это юмор, это смех. Ну, то есть если все-таки публику вам удалось рассмешить, то можно сказать, что вы, наверное, смогли. И вторая – это драма. Не зря у нас там телеканалы НТВ первые в рейтингах. Мы очень сочувствующие народу, мы очень сопереживательные. Нам очень хочется быть в центре каких-то драматических событий. Но не знаю, насколько удачным решением будет примерять на себя роль драматического актера как спикер, потому что здесь мало того, что нужно действительно чувствовать, так еще и хорошо играть. Если здесь, ну, где-то возникнет сомнение, наверное, я бы не стала так рисковать. А нужно разграничивать комик или драматический актер для спикера? Нужно разграничивать? Нет, конечно. По-хорошему мы понимаем, что это живой человек, который состоит из абсолютно компиляции разных чувств. И когда мы позволяем проявляться разному себе в разных ситуациях, вот тут есть та самая харизма. А дозировка как она должна, кто ее должен диктировать, как она должна разграничивать? А я правильно понимаю, что это мастер-класс на двоих? Мне интересно, я спрашиваю. Слушайте, здесь опять же вопрос органики. Насколько это органично с личностью? Потому что любые попытки опять-таки проиграть... Вот сегодня мы проводили опыт, когда у нас снимались непрофессиональные актеры. Очень сложно взять, надеть на себя какой-то там костюм и прийти и сделать так, чтобы человек, который сидит рядом, тоже захотел вам, конечно, что это же самое, да? То есть если мы говорим о профессиональной сцене и это актер, это одна история, а мы все-таки про то, что спикер – это живой человек. Так вот, абсолютно органично. Если есть юмор – окей. Если мы понимаем, что здесь большое поле для драмы – тоже окей. Я, кстати, к вопросу «Как тренировать?» Есть такое классное упражнение. Я прошу людей на коучинге первый сет выписать свои 50 свершений, напротив которых можно поставить галочку «Сделал» в этой жизни, что-то сделал. Важно то, как здесь человек раскрылся, то есть как он принимал это решение. Например, в детстве я кастрировала кота. Звучит это… Отлично. Вот. Звучит это так себе. Когда я говорю об этом, я, конечно, игриво упускаю те подробности, что я готовилась к поступлению на ветеринарный, и в действительности дело это не одна, а под наблюдением опытного специалиста. Но, да, необходимый эффект это, конечно, производится. У каждого из нас есть абсолютно такой набор историй, которые… Часто мы ими любим делиться в компаниях после каких-то там… на каких-то вечеринках. Вот это и есть те самые истории, которые разделяют нас… Меня вот вопрос волнует. Он волнует меня с точки зрения соотношения взглядов больше. И волнует многих людей, которые приходят. А если нет харизмы… Да. Если нет ни комика, ни драмы… Если вот человек приходит, извиняюсь, в ревно. Все очень просто. И вот как стать там Папа Карлом и как из него выработать? Никак. Можно сколько угодно придумывать форму выражения, придумать этому образ, придумать этому инструменты, как об этом рассказать. Но если нет внутреннего содержания, человеку нечего сказать, то нечего не делать на сцене. Я не про нечто сказать. Я, правда, здесь достаточно жесткий взгляд, но ко мне приходило несколько человек на хоучинг, которые ставили определенную конкретную задачу. Создай мне контент, придумай мне, как я должна это сказать, оттренируй меня, и я пойду. Нет, не пойдешь. Ну, потому что нет, не пойдешь. Потому что пока нет внутреннего резонанса и сопереживания. Выходить на сцену можно только тогда, когда ты не можешь не выходить. В противном случае. Ну, это актерский чисто прием. Не можешь не выходить, не можешь не сказать… Простите. Нет, я не спорю с этим ни в коем случае. Но бывают случаи, когда вот мне надо выступить, я вот тут хоть ты убей, мне нужно выступить. Вот ко мне пришел один человек, ну бревно – бревно. Да, и вот вообще никак. Первое впечатление я имею в виду. Он говорит, мне нужно сделать то-то, то-то и то-то. И мне нужно сделать это вот так, иначе будет плохо мне. И что вы сделали? Вы скажите сначала, что при этом делаете, а потом скажу, что я сделаю. Есть ли такой случай? Ну, я абсолютно точно не лукавля душой, абсолютно не кривая душой могу сказать, что я бы не взялась с этим работать. Во-первых, потому что я идеально не согласна с тем, что в массы транслируется какая-то информация, которая не несет в себе никакой ценности. Я не говорил, что нет ценностей. Я говорил, что человек… Если они и есть эти ценности… У него изначально он не демонстрирует данных комика, не демонстрирует данных драматического актера, то есть у него нет чего-то, за что можно зацепиться и сказать, что ты обоительный парень. А мы сейчас говорим про образ или про наполнение внутреннее? Про образ скорее… Человек приходит ко мне, допустим, пообщаться, и я сразу вижу профессионал, свой взгляд, харизма, обаяние, голос приятный. То есть это все считывается. Дальше. А вот приходит человек, у него голос тихий, дикция не очень, он умный, но формулировать мысли он может очень медленно, у него есть чем поделиться, у него есть что-то, какая-то ценность, но он и не шутить не может, и эмоции как-то слабо проявляет. Вот я о чем говорю. Понимаете? Если в этом действительно есть одержание, если человеку действительно есть что вам рассказать. А чтобы сделал я в этом случае, я бы взялась его за руку и говорила с ним часа два, наверное. Пока его информация не станет моей, я не буду ощущать его на уровне кожи. Тогда, скорее всего, я пойму, как конкретно этому человеку нужно действовать. Возможно. Кстати, мое наблюдение такое. Я шесть лет веду свадьбу. Разные, дорогие режиссерские. То есть вы продаете себя как ведущие мероприятия? Да, да, я ведущие мероприятия, два постельных. За шесть лет наблюдения. Знаете, что желают люди старшего поколения в детском? Что? Счастье разбору. Терпение? Молчать и терпеть. Молчать и терпеть. Я, вот правое слово, я слышу это. Молчать и терпеть. Терпеть и молчать. Я убеждена, что после этого, вот просто на физическом уровне у людей смыкает челюсть. А еще у людей на физическом уровне смыкает челюсть, когда в детстве им говорят, тише, не при челюсти. Что ты ему тут говоришь? Ну, я сейчас немного дружом спрашиваю. Почему? Сейчас очень много заживших людей. Вы строите причинно-следственную связь глубоких. Может быть человеку, которому есть что-то... Два часа, я понял, а дальше что? Вы же актер, вы же знаете. Да я понимаю, я все это знаю, поэтому я спрашиваю. Вот вы берете прям вот свои академические знания и прям вот... И здесь очень, кстати, важный момент. Вот здесь человек, который к вам приходит, он должен вам поверить. Вот прям довериться всецело. Потому что то, что вы будете с ним делать с точки зрения раскрытия его потенциала, это будет странно. Это будет через преодоление. Это будет смотреться нелепо. И все это ему, скорее всего, будет не нравиться. И каждый раз он будет находить любые способы для того, чтобы съехать, не сделать, не выйти читать стихи на кровати, не записать вам видео и не выйти в прямой эфир. Я понимаю, я немного о другом спрашивал, но тем не менее вы ответили частично на вопрос. Мне это очень приятно. То есть я сначала должен продать ему себя. Если вам захотеть, я сделаю. Да, если вы хотите. То есть вы говорите о продаже, по сути, потому что вы говорите, что вы должны понять, понравится ему, чтобы он проникся к вам симпатией, чтобы он проникся к вам доверием. И только потом начинать с ним что-то делать. И на это нужно часа, полтора-два часа. Я абсолютно здесь согласен с вами. А дальше что с ним делать? А дальше, кстати, вот это мое наблюдение. Вообще прям прикольная штука происходит. А дальше есть котят. А дальше, серьезно, потому что есть люди, которые делают все очень хорошо в стерильных условиях, они вроде что-то могут, они показывают какой-то результат. Ну, а дальше должен произойти левелап. И дальше должен произойти выход на сцену, выход прямой штуки. Через два часа не может. Почему два часа? Почему два часа? Давайте по тонкостям вашей работы и между собой поговорите. Ладно? Даня, у тебя есть вопросы? Да, у меня есть вопросы, конечно, да. Я ждал уже этого момента. А если он тупой? А если не тупой? Давайте от тех, кто уже немножко что-то себе представляет. Хотелось бы. Да? Так. В общем, у меня была тут дарья, но тут из-за чего он потерялся. Антон, у тебя есть вопросы? Сейчас я что-нибудь. Ром, да свой задай вопрос, если у тебя есть. Чего ты выбирал так? А чего переключаешься в стрелке? Нет, мне главное, чтобы вы получили ответ на ваши вопросы. Да, слушай. Я уже вопросы все задам. Кто идеальный? Вот спикер, не идеальный, скажем так, есть кто по шаблонам фигачит, слайды, концепции, более-менее в канве. А вот кто твоей концепции следует и говорит про ошибки? Может быть, какая концепция? Это было лучше спросить. Концепция харизмы через признание ошибок. Можно я уточню? Просто Рома нас контекст не ввел, поэтому я не знаю, как остальные, но я просто не совсем в контексте. А с кем вы больше работаете? Кто больше приходит? Это бизнес? Это просто специалисты? Может быть, это еще кто-то? В общем, вы знаете, с кем работаете? Это предприниматели, которые очень хотят стать блогерами. Это просто предприниматели, которым нужно выступать. У меня сейчас на колочках есть прокурор. Суперлок. Люди, которые так и не... Есть роб-медиамархты российского, а люди, которые так иначе выходят на сцену зачем-то. И было множество попыток заходить на коучинг людей, с которыми, наверное, у нас вряд ли смогут быть какие-то большие соприкосновения. Не потому что они плохие, а просто потому что я здесь некомпетентна. Бьюти-индустрия и все прочие вот созвучные вещи, я не знаю, что сказать. То есть, в основном, это специалисты, которые вот... им нужно популяризировать себя и уже просто канал. Может быть, Инстаграм, может быть, Ютуб, может быть, еще какая-то. Окей, понятно. У нас просто специализация разная. И вот сейчас стало понятно, исходя из чего вы говорите, какой контекст всего заодно. Потому что у меня просто чуть-чуть другая аудитория, поэтому у меня топы. У меня в основном топы и собственники крупного и среднего бизнеса, которые выступают на крупных конференциях, на бизнесовых конференциях и так далее. И в том числе внутри своих международных компаний, на которые они работают. Поэтому, их случить другие задачи и, соответственно, под ese контент другой. И ну либо, например, это медики, которые на международных конференциях тоже выступают, ну, со своими как двоя историями. Поэтому у нас просто разный подход, и мне отвлекается то, что вы говорите, просто разные вводные, скажем так, для разных людей абсолютно. Поэтому есть определённые, у меня просто чуть меньше критики по поводу, ну, что надо кого-то бросать воду, и пусть плывёт, если бы плывёт. А как иначе? Я не вижу других способов. Кстати, мне было бы интересно узнать ваше мнение, о чем вы говорите. Ну, я боюсь просто свалиться в какую-то дискуссию, чтобы это было всё-таки всем интереснее, я готова отдельно, просто чтобы это была общая конва. А у меня просто как бы чуть-чуть другие исходные данные, но это очень любопытно. Скажите, образование какое у вас? Первая журхалистика. Окей, понятно, окей. Поэтому у нас немножко из-за этого разные подходы, это любопытно. Спасибо. Отвечая на твой вопрос, ну, кстати, как там из... Персоны прямо. Персоны, ну, Куракин, конечно, из тех, кто... Никита Куракин? Да, Никита Куракин, он прям отлично соответствует истории. Чем хорош Никита Куракин? А из телека кто-нибудь? Из телека? Слушай, ну, Ксюша Собчак, Парфенов, Минаев. Ну, Собчак. А по каким критериям я что-то подпишу? Ну, вот, харизма через признание своих... Человеческого года проявления, да, конечно. Это про то, что рядом с высоким стилем могут жить абсолютно какие-то... Такие вещи, там, потребительского характера. И это классно, это органично, это тоже грань человека. Лично мне это вот прям называется. Я бы это... Мне кажется, здесь Органт и Познер в этом плане гораздо... Я вообще всегда... Ирония. Познер, а немножко... Ну, да, просто ипотеку... У них стандарт, у них на этом построено все. Да, да, да. Что они не то, что у меня квартира, а в смысле... Была боль до этого, и боль их продолжается. То есть, это как сценический уже... Не такой, а через боль. А можно вопрос вот к Дарье и к вам тоже, и к Сергею тоже? Вы сказали, что вы сбьете, не работаете, как раз и сбьете. А Дарья говорит, что она с медиками работает. И сбьете тоже. А почему нет и почему да? Что вы считаете их хорошо? Она ответила. Она ответила. Она ответила. Почему да? Почему да? Я ответила. Еще с медиками. Почему? Почему? Наверное, я не в материале для того, чтобы настолько сильно понять, что там нужно делать. Во-вторых, может быть это мой личный опыт, который такой был травматичный для меня, и я поняла, что здесь суммонять в компетенции недостаточно для того, чтобы помочь специалисту из бьюти индустрии. Возможно. Принцип, на самом деле, просто подходов разных. Потому что режиссеры, режиссерский подход заключается в том, что нужно прожить как бы с персонажем. И это следует из всего спича. Проживание с персонажем больше связано с погружением в образ, в характер, в детали и так далее. И поэтому логика такая, что в этом надо соображать. Ну, то есть в этом прям надо прожить. Немного знать. Что случается? У меня больше бизнесовый подход, как раз и заточенный на то, чтобы люди решали через публичные выступления, не личные задачи как таковые, хотя это тоже, конечно, это всегда одна неделимая история. Но фокус на том, чтобы решалась бизнес-задача. Например, если тебе нужно выйти и инвестиционный питч произнести и получить инвестиции у человека на каком-то мероприятии или вообще незнакомые инвесторы, просто вот и выступаешь на мероприятии. В Вегасе у меня ребята выступали, в Азии и так далее. То там как бы нет задачи проживания с человеком для того, чтобы он выступил. Там просто фокус внимания и моей работы, он в другом. Он в том, чтобы контент сформировать, человеку дать такие настройки, чтобы он себя комфортно чувствовал, без заморок, дыхание на полу или там еще каких-то моментов. Потому что реально люди в бизнесе, это просто их дорогое время, которое они не готовы на это тратить. И ко мне постоянно приходят люди, которые говорят, блин, я пришел на тренинг по ораторскому, оно же все ораторское называется, по ораторскому, и, короче, я лежал, и час мы дышали на полу. Нахер я туда пошел, это просто вообще мне не надо. У актеров в этом плане своя логика. Ну, режиссер здесь подсекается. Своя логика? Просто я тоже хотела... Надобности, своя логика, абсолютно. Мы живем немножко в мелкую и дышим, что-то такое изображают. Да, это как бы, это просто метод, который как бы применяется там и так далее. Но у бизнес аудитории просто другой заход на эту историю, другая подача и другая потребность от этих выступлений. Вот и все. Если актерская и режиссерская история... Я, кстати, здесь вообще никак не против, потому что я прибегаю периодически к, там, например, технику речи, мне нужно человеку поставить, я сама не ставлю, я слышу все огрехи, я могу все рассказать, но просто мне не очень интересно этим заниматься, и я отправляю к конкретному специалисту, который конкретно занимается техникой речи, которую преподают на актерском мастерстве. Ну, как бы, то есть я дополнительно просто к специалистам отправляю. И это тоже хорошо, что люди этим занимаются, умеют и делают. Но просто у бизнеса чуть другой подход. Поэтому, как бы, разница подхода к клиенту и к задачам, и к способам работы. Слушайте, ну вот тут, извините, я перебью. Вы говорите про какую-то идеальную модель, когда у человека, в принципе, хорошо с озвучанием, в принципе, хорошо со взаимодействием с аудиторией, он, в принципе, умеет это делать. Не совсем, не совсем. Встречались люди, которые не могут выходить на сцену, у которых сковывают ноги, у них дрожит голос, они слушаются руки, они не понимают, как с ним быть. И даже если у них классно структурированный контент, выходя на сцену, они чувствуют себя некомфортно. Насколько это рабочая модель? Эта рабочая модель, значит, выстраивается этапно. Просто вы? Первый этап. Нет, кстати, лучше не пить вообще прям реально. Потому что людей просто, ну, типа, ты в точку начинаешь смотреть, и ты вот так вот. Смотри, у них иди на мнению. Нет, это вообще любые. Неважно, будь то пустырник или там, это как бы любое психовоздействие, или Рэдбул, например, если это будет. Как бы это неважно. Тебя всё, что из нормального состояния выводит, лучше не применять. Схема у меня работает следующим образом. Часть страха связана с тем, что я не знаю, что говорить. Ну, не из них нет. Да, да. И поэтому часть страха снимается на этапе подготовки контента. Поэтому, как бы, я, например, захожу с контента в том числе с точки зрения знания, реакции аудитории на мои слова. Если мозг, я в этом плане подхожу из фундаментальной науки, из работы мозга. Ну, то есть психология, изучение работы мозга, и, соответственно, как это влияет на коммуникацию. И в этом плане мозгу нужно дать опору. И опора в том числе заключается в том, что ты технически должен дать, а что я дальше говорю. Причём это должно быть в очень простых формулировках, которые можно тут же визуализировать и понять, что следующий блок я знаю. Ну, то есть я знаю, куда я иду. Ну, то есть есть вот прям чёткое понимание. И оно не где-то там с бумажки. Оно прям в голове вот визуализировано. Поэтому это прям часть тут же снимает сто процентов. Вот прям это откидывается. Часть будет сниматься там в следующей истории, когда человек уже чуть-чуть поймёт, какие сценарные приёмы начинают работать на него. И что это вызовет точно. Эта шутка, ну, она вот примерно сработает. В каком-то диапазоне, но она сработает. Сейчас радует Рома спортсмену. Рома там много дел вступало. Это шутки одинаковые. Я просто знаю одну группу, они везде шучили. Прекрасный город Казань. У меня отсюда жена. Прекрасный город Небрежные члены. Отсюда жена. И в Чебоксарах жена. В каждом городе жена. Понимаешь? Какие-то, знаешь, я просто замечаю, что для меня тоже удивительно, что одна и та же шутка заходит везде. Миллион раз? Да! Вот как это? Ты уже устал шутить, а я шучу. В смысле? А я ночной хулиган двадцать лет подряд. Это нормально? А прощай со всех вокзалов поезда сорок лет подряд нормально? Заходят, заходят. То есть там есть фишечки? А из гибки там? Расскажи. А жена в такси и лебедь на пруду? Конечно, нормально работает. Нормально работает. Повторяешь. И даже те, кто ходили дальше, они нормально это кушают, держат совсем вместе. Нет. Но это разные аудитории. И всегда нормально запутать. А ты хочешь придумать просто сразу универсальную шутку? Отсюда? Отсюда вынесли универсальную шутку? Вечер прошел не зря. Я их не придумал. Я просто одно время, ну как бы сказал, дал знание записать, где смеются. Вот. То есть если человек где смеются? Да. То есть заранее я не придумал, что я просто посмотрел где смеются и начал их повторять. О, и там. И продолжается. А, успешно сценарий с препаратом. Я их тогда как хотел. Готовка. Пусть надо человек свадьбы ведет то, что, а все знаково смеются на одних и кто заходит, да? Что нет? Ну нет. Ну, там за аудиторию зависит. Ну да. Так повторите свой вопрос по поводу аудитории. Вы спрашивали по поводу. Одноклассники в контакте. Угу. Разный подход. Разный подход. Я подхожу к контенту как бизнес-задача. Как бизнес-задача. Про бьюти. Почему не работает, Александр. Да. Почему на всех не работает? Почему не всех она берет? Почему она не берет именно бьюти? Ведь она сказала, что... За счетчей индустрии. Не было бы обидно. За Кремль. Для лица обидно. Из Ланкома у меня корпоративные клиенты. И частная там работа с девочками. Это Лориаль. И Экомеда Сэм. Это люди, которые занимаются медицинским оборудованием. Да, очень простой. Да, сейчас я думаю, какой вопрос. Это Московский союз донтистов. Короче, всем им надо. Какой счастье? Надо. Вопрос в том, как ты им подаешь. То есть, если я работаю с депутатом, я ему говорю одно. Что он выступает передо мной в целевой аудитории. Если я говорю с предпринимателем, я ему даю другие рекомендации. Вопрос, чтобы ваш образ спикера соответствовал запросу в целевой аудитории. То есть, представление о том, как должен выглядеть спикер, который вам понравится. Погодите, сейчас разные вещи говорите. Подождите. Вы говорите, что надо подстраиваться под аудиторию. А вот, допустим, уважаемая Дарья и... Солушка, как? Нет, это Александр. 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 Да. Александр говорит, что надо как бы быть более цельной личностью, и чтобы не надо прогибаться под ними. Ну, опять же, вы смотрите крайности. Но невозможно быть цельной личностью и нравиться ваша целевой аудиторией. Вы можете не нравиться своей целевой аудиторией, если вы вот такой. В смысле? Ну, вот вы можете не нравиться своей целевой аудиторией. Такой, какой вы есть. Нет. А вот в проявлении себя и новому вы можете нравиться. То есть, другими словами, чем мой подход, мне лично интересен с точки зрения преображения спикера, тем, что спикер может отступить от себя на полшага влево, вправо, вперед, назад и посмотреть, каким он еще может быть в плане подстройки под свою целевую аудиторию. А зачем нужна твоя целевая аудитория? У меня просто как бы вопрос. Я просто наступаю, и мне все непонятно. Да, некоторые тебя ненавидят. Некоторые тебя любят. Я не буду отступать, знаешь, цветы в голову, звеночки. Вот так что-нибудь придумывать. Зачем? А зачем? Отстраиваться? Зачем так сильно постраиваться и изменять себе, Александр? Так сильно вы что имеете в виду? Я просто, возможно, уже даже ответила, почему я не работаю с бьютими быстрее на себе. Но давайте еще раз просто проговорим ваш вопрос. Мне кажется, мы уже отошли от тех. Я подходы просто разные пытаюсь понять. И в своей голове... А вопросы у вас в чем постраиваться нужно? Ну, вот смотрите, вы знаете такого персонажа, такого актера, как Евгений Миронов? Евгений Миронов, знаете? Слушай, ну, Евгений Миронов и просто Василий поменяется. Дождите, вы знаете такого актера? Я, конечно, знаю. Знаете, да? Когда вы видите его в разных ролях, вы видите, что это Евгений Миронов в роли кого-то? Или это совсем другой человек? Евгений Миронов – профессиональный актер, который транслирует публике то, что ему сказал режиссер. А спикер – это человек, у которого есть своя канва, свой опыт, свой контент, свои лично пережитые вот эти, знаете, наработки. И я именно через них транслирую. Я не могу стать Евгением Мироновым. Вот не могу хоть треснуть, не могу стать Романом Масленниковым, Дарьей не могу стать, Александрой не могу. А кем вы можете стать? Я так, вот все равно они это раскусят, понимаешь? Дождите, кем вы можете стать? Через три минуты никем. Зачем не кем? Зачем не кем? С собой. Через три минуты. Договорить как в сюжетах с этим угодно? Отлично. А если у вас плохое настроение, вы пришли, у вас с ума. Вы будете в плохом настроении бессиленно вести выступление? Ну вы говорите, я не хочу меняться, вот я такая, я пришла, в меня с чем-нибудь плохое настроение меня, охранили, я потерял денег, ну и так далее. ну так вы отступили от себя от текущего настроения и сыграли настроение бог с ним я не говорю про другие личности лучшее проявление себя я в том виде в котором меня целевая аудитория будет скорее всего воспринимать лучше скорее всего я ей понравлюсь больше чем вот такая есть коммуникационные искажения не знаю было ли это на журфаке в самаре или где-то еще но есть коммуникационные искажения и ситуация сейчас заключается в саратове в общем коммуникационные сейчас искажения заключается в том что ваш батл в том чтобы разные вещи имейте ввиду под разными одинаковыми словами то есть лучшая версия себя это как ну какая-то очень абстрактная формулировка которая просто непонятна человеку поэтому вы пытаетесь попадаться на абстрактной формулировке складываться на разные вещи согласно спорно это уже давно не заходит понимаете мнение окей просто сейчас можно очень-очень долго спорить по поводу того что такое лучшая версия себя потому что это мега абстракция такая же абстракция как вкусненько ярче и поярче посмотришь и тогда сюда покрасили тогда это очень много туда всего входит поэтому просто мы в этом немножко может потеряться сейчас а тем не менее это просто не раскрыть то есть еще раз я так и не поняла очень хочется ответить на него помочь вам запрос ваш непонятен то есть цель просто сейчас там батла какого-то окей с ними мы и вот вам выходить на сцену что у вас что вам в себе не хватает будет три раза повторили вопрос как нужно как нужно что уходить нас подавать как нужно что вопрос был задан три раза для чего потребности что вы хотите выяснить для себя но я выяснила что не важно что в плохом настроении выходить не надо это раз на собой на этом плане поработать это два а какая у меня потребность какая боль на лес смотрели вот это даже если да сейчас просто даете оценку потому что говорят я спрашиваю о вашем запросе обстрируйтесь от всего что вы говорили люди сформулируйте свой вопрос вы говорите у меня есть вопрос о публичных поступлениях как нужно что как ну как специалисты в бьюти индустрии что строить коммуникацию устраивать образ запомнить что как нужно что у вас есть свой вопрос к себе тогда мы сможем если 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 не будет то и не сможем моя команда говорит что побольше над давать лично побольше над давать на таких у нас я ошиблась там то поругалась с мужем даже более того типа грамотные блогеры делают наш в ноябре они поругались в сентябре как специалистов насколько важно ну что без этого никак это очень правильно транслировать и свою личную жизнь вот прям вот много личного опыта в том числе и свое скрупление вот про это не не это просто 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 что у вас выступление настолько неинтересно что она не состоится без истории о разводах схождениях интересуется а я не хочу зачем вам идти на удовлетворение людей есть множество людей персонажи у которых тема личных отношений например закрыт ну вот такая концепция концепция человека вот кстати недавно я делала потому что могут ну здесь вот эта стратегия это же одна из вариантов у человека стоит вопрос надо это сделать или не надо надо может быть и так надо а может быть и так и это вопрос скорее к вам недавно я делала интервью с тимуром шака это предприниматель инвестор он очень забавно кстати апеллирует вот этими фактами своей биографии то что я хотела то чем я хотела с вами поделиться способность рассказывать истории они на один личный вопрос мне ответил такая его стратегия если вы почитаете его интервью то в принципе они все плюс-минус около того ни одно интервью не стало шире больше масштабнее и не раскрыла нам другого тимурашака я чем тот который уже был но каждый вопрос типа тимур а как случилось так что вы развелись со своей женой где ваши дети он говорит и кстати был у меня случай в лошадиной силе когда вы запускали новый продукт и так вот вы такую штуку придумали что потом не отзывы писали и там этот вопрос он вот так был решен прием ну это прием это ответ на ваш вопрос это один из возможных смысле если вам не нравится если вы сейчас кривите носик а говорите что мне это не подходит то вы либо не можете это использовать как инструмент, и вам это не резонирует. Но это один из приемов. Отвечая на ваш вопрос, может быть так, может быть так. Можно рассказывать, можно рассказывать, а можно не рассказывать. И можно не потерять ничего на вашем личном бренде, если вы примете то или другое решение. Другое дело, вы будете дальше вести свою стратегию, которую вы определите. Не нужно. Мне кажется, что принцип такой, что если тебе реально это будет вообще противоречить тебе, то лучше не лезть. Ну то есть просто не надо, не потому, что там кто-то хочет, или потому что есть законы толпы. Ну есть вопрос массового употребления информации. Массовое употребление информации это всегда про скандалы, это всегда про какое-то столкновение, это всегда про... Там уронный вопрос, мы все это расскажем, на что они все ведутся, как воробина, глядя. Да, но это всегда одни и те же тупик тем, скажем так. День и успех, знаменитости, скандалы, сексы, что там еще и те же. Богаче, богаче всего, беднее всего, взлеты, падения, еще какая-то история, связанная там с бизнесом, всегда что-то скандалили, друг другу вырвали, там, клуб волосы и так далее. Это все всегда очень типичная стандартная история массового употребления контента, информации, да. В абсолютно разных форматах мы это видим. Что НТВ, что не НТВ, что соцсети, что еще что-то такое. Можно вопрос? Да, конечно. Например, я пришла к Александре, хочу взять у нее мастер-класс, как она достигла высокого уровня ведения свадеб, корпоратив, ну как она вообще достигла уровня своего прекрасного ведения. Мне неинтересно знать, с кем она замужем, с кем она спит, как вообще, как это может меня привлекать, ее личная жизнь, ее Санта-Барбара к моему профессиональному запросу, к ее выступлению по, ну, моему, на мастер-классе, на который я пришла. Зачем мне знать личную жизнь спикера? Меня вообще-то не интересует, я, ну, этот вопрос немножко разъясняю, что, ну, нет, у кого-то девушка говорит о том, что она... Я объясню, потому что, когда есть... Ваша аудитория действительно интересуется вашей жизнью, вы медийный какой-то человек, который... Если ты позиционируешь в какую-то позицию, то успех Сенева, ну, успех личную жизнь, у меня сейчас ведущая моя подруга стала, да, на канале, она не замужем, она ведет семейную передачу, и они ее постоянно долбают. А вы замужем? А вы замужем? А вы замужем? Это жирные, а где дети? Да их проблема, а не ее, извините. Проблем общества, которые обожают, зачем здесь она? Замужем, дети, что там с бизнесом, есть ли деньги, нет ли денег, как живет и так далее, это топ-тем. Есть ли вокруг этого скандал, нет вокруг этого скандала, что-то скучно. Ну, как бы... Здесь еще другая история. Зачем людям знать это? Мое большое уважение. Это мы женим людей, но мы не замужем, а что дальше? Это целевая история, это целевой запрос. Срочная цель, а это просто пойдет. Конечно, мы не будем тогда клиентами друг друга, да и все. Здесь еще большой вопрос, зачем вы рассказываете эти истории? Если ваша история, иллюстрация вашего хода мысли, способа действия и опыта, это один, вообще, в принципе, там, платформа. Это юз кейс такой. Если вы просто хотите рассказать, что вы очень классно, третий раз развелись или женились, просто... А может быть, мастер-класс про это? А может быть, мастер-класс про это. Все что угодно может быть. Как три раза выйти с багажом замуж. Простите за мой голос сегодня, но... Поделюсь своим опытом. Я очень хочу ответить на ваш вопрос. Я просто... Поделюсь. А вы готовы рассказать про что? Каждый раз, когда я пишу истории... Я, да, моя семья не хочет. Понимаешь, сами рыпаются. Не насилуйте их. Дайте им право жить такую жизнь, как они себе нарисовали. Каждый раз, когда я в своем инстаграме рассказываю истории, которые были на тех или иных событиях, я вообще удивляюсь, как после этого ко мне приходят клиенты. Однако ко мне после этого приходят клиенты и говорят, слушай, если ты вот здесь справилась, то все остальное для тебя семечки. И было... И отсюда я абсолютно убеждена. Если у вас есть способность рассказать историю, как иллюстрацию вашего креативного подхода, вашей способности действовать в стрессовой ситуации, вашей способности принимать нестандартные решения, да, это важно и ценно. И я считаю, что никакой вообще образ спикера без этого существовать не может, потому что это тот самый опыт, который вас привел вот сюда, на сцену. Отвести вам? Тоже вопрос. Так все-таки как харизму качать? Как харизму качать? Ну, да. Ну, как-как? Приять решение и заняться ей серьезно. Хорошо. Не, ну это навыковая история, которую нужно делать. Много есть... Во-первых, она из многих компонентов состоит. Это я понял. А во-вторых, каждый компонент, соответственно, требует своей проработки. Ну, это как мини-навык. Которые соединяются. Я примерно понимаю, то есть там есть какая-то стратегия, что вот эти 10 здесь, и здесь тут, тут вот эти два. Примерно так. Там читать стихи на улице, я не знаю, приставать к людям на улице. Ну, это не обязательно, кстати, сработать на пользу приставания с людьми. Но розничные продажи очень хорошо. Амбэй, например. Пылесосы в Кирби. Если стоит такая же... А мы не трогай, я вам не выступала. Вот там вообще... Что вы, что вы, я не трогай. Или нет. Или вам вы? Нет. Друзья, ну что ж, я предлагаю на этой оптимистичной ноте, когда все, конечно, улыбнулись, закончить официальную часть. Ю-ху! В смысле нет.